Асаду Рахманову 65 лет. Он приехал на выставку реликвий из Кусарского района Азербайджана. Несмотря на то, что его родовое сего Кирик находится всего в 15 километрах от Яра Казмоляра, ему пришлось преодолеть 1500 километров из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. В первый район поехали мы, оттуда в Баку, там 200 километров до Баку, а с Баку взяли билет на Минводы. А с Минводы на такси приехали на Махачкалу и оттуда сюда попали. То есть на самолете и на машине как бы, да? Да, да. Два дня пути и Асад Рахманов возле волоса пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Он еле сдерживает эмоции, желание увидеть частичку посланника Всевышнего. Оказалось выше всего остального. То, что я почувствовал, это слова мне нельзя выражать. Я не знаю, на земле нахожусь или на небесах. Это слова мне нельзя. Но, альхамдуллах, то, что из-за благодати наших шейхов, наших муфт, вот это нам Аллах. Из-за границы до нас добрался, добрался до своего любимого форока, салаллаху алихусаляму. Он хотел, жаждал его видеть, он его нашел. Он перелетел тысячи километров на самолете, сотни километров на автомобиле, пересек границу, и он сегодня здесь. Если вы еще дома, приходите, пожалуйста, посетите нашего пророка, салаллаху алихусаляму. Тысячи людей, тысячи разных судеб и историй. Всех их объединила любовь к пророку. Поток людей увидеть его частичку не прекращается ни на минуту. Сюда приезжают семьями, делегациями. Сегодня в Ярак Казмоляр в национальной одежде. Также приехали жители Кизелюрта и Кизелюртовского района. Приехал сюда, просим Всевышнего Аллаха, чтобы те глаза, которые видели волос пророка, салаллаху алихусаляму, чтобы Аллаху Алихусаляму дал нам возможность в сегодняшний день увидеть воочию самого пророка, салаллаху алихусаляму. Хвала Всевышнему Аллаху, который очередной раз дал нам возможность посетить эти асары. И хвала Всевышнему Аллаху, что они хранятся именно у нас в Дагестане. В последний день выставки реликвии подходит к концу. Завтра состоится ее прощальная церемония закрытия. Те, кто в Ярак Казмоляре не успел увидеть святой волос пророка Мухаммада, мир и мои благословения и другие раритеты, смогут сделать это в Левашинском районе. С 26 по 29 апреля в Джума мечети села Леваши будут представлены священные реликвии для всех желающих.